Ну смотри, очень, кстати, правильный вопрос. Я думаю, что просто на официальном уровне не готовы еще такой дискурс вести в обществе. Потому что разрабатывать такую политику, ее же не будешь разрабатывать где-то в тишине кабинетов, и об этом никто не будет знать. Эта политика должна стать предметом общественного дискурса. А ты хочешь сказать, что общество не готово слышать о том, что у нас непонятно что в Черном море, непонятно будет ли логистика, непонятно будут ли функционировать порты. То есть мы год потеряли, мы год ничем не занимаемся. Мы готовы, как общество, ты считаешь, не слушать об этом, не думать о том, что у нас не будет какого-то транзита. То есть мы не должны задавать вопрос, как мы занимаемся экспортом, как мы зарабатываем деньги. Ну вот ты сейчас просто попал в десятку, потому что именно общество не хочет об этом думать, и чиновники об этом не хотят думать. Я не могу понять, объясни мне, почему отталкиваемся от той ситуации, которая есть. Будет лучше, хорошо, будет лучше, но сегодня-то что делать? Ну надо сегодня принимать эти решения. Будет лучше, окей, но сейчас такие условия так и работают. Смотри, никто не поставил такие технические условия, соответственно, никто не разрабатывал новую экономическую модель, никто ничего не сделал в 2023 году. Техническое условие стоит другое. Техническое условие следующее стоит. Через месяц-два Россия потерпит катастрофическое поражение, чуть ли не распадется там на 10 субъектов федерации. Мы полностью вернем все свои территории и вернемся в состояние 2021 года, разблокируем все порты от Мариуполя, Бердянская до Херсона, Николаева и будем опять валом гнать аграрное и горно-металлургическое сырье на внешнем рынке. Вот это стоит сейчас базовым техническим условием. Значит, под это условие разрабатывается модель продержаться 2-3 месяца или 2-3 недели, как говорили, да? Продержаться 2-3 недели, 2-3 месяца, знаете, на время, когда мы будем, как говорится, продержаться, на это время привлечь внешнюю международную помощь, а потом уже, когда это все произойдет, значит, все, мы тут как бы на конец. Леш, так мы, подожди, так мы, прошу прощения, просрали полтора года именно... Да, вот именно то слово, которое ты сказал. С точки зрения адаптации экономики к внешним вызовам и к изменившейся реальности, это то слово, то, что ты назвал. А я называю это слово экономическая шизофрения, потому что, когда ты отрицаешь реальность, то это экономическая шизофрения. Так мы можем так еще 2-3-4-5 лет потерять. Вот то, что я говорю, после войны. Что значит после войны? А это время? Вот, все это время мы будем терять, пока, я не знаю, пока, наконец-то, не придет человек, который, знаешь, как не раскроет, ну, скажем так, не проведет вот такой разговор, как мы с тобой ведем, только не в студии, а на политическом уровне. Вот который, то же самое, о чем мы с тобой сейчас проговорили, он скажет это на политическом уровне. Я не знаю, кто это должен быть, там, премьер-министр, министр экономики, там, я не знаю, кто-то еще, но кто-то должен на политическом уровне это сказать. Давайте исходить из новой реальности и под эту новую реальность создавать более эффективные модели развития.